Друзья, я хочу вам подарить целый комплекс уроков обучения с нуля пошагово каждый урок право полушарного рисования. Вы сможете после данного курса писать любые картины. Этот курс мы даем бесплатно. Это будет много-много уроков записи, которые пошагово вы будете выполнять и развивать свое творческое видение, видение художника и развивать право полушария, которое в наше время отстает. Я занимаюсь уже этим 10 лет. В основном мы делали все в офлайн, вживую. Теперь это все онлайн можете получить. Почему бесплатно? Потому что мы хотим, чтобы вы научились рисовать. Если вы научитесь рисовать, тогда вы можете рисовать любые картины. А у нас этих картин тысячу. У нас тысячу уроков записи, которые вы, как входите в библиотеку, можете просто брать этот урок и писать с нашими преподавателями. Поэтому сейчас ссылочка внизу есть под видео. Ссылочка здесь вот в подсказках. Заходите, подписывайтесь и получите эти уроки уже сейчас. Увидимся на занятиях! Хорошо, Светлый? Да у вас тоже отлично, я вас уверяю. Сейчас мы и посмотрим. О, смотрите. Какая картина. Замечательно, замечательно. Вот тут чуть можно краснее сделать тень, да, под этим. Вот, чтобы она так, букетик организовался. Смотрите, какая работа получилась. Супер! Вот вам надо подписываться здесь. Да? Вам вот только подписи вот здесь вот не хватает, а так вообще очень все хорошо. И они действительно получились такие яркие, сочные цветы. И они именно цветы ничем тут не перепутаешь. И сейчас вот вы издалека как раз посмотрите. Смотрите. Ой, почти от меня вообще никак не отличается. Там вазочку хоть передвинули, а у вас вообще одинаково. Смотрите, здорово же, да? Меня зовут Екатерина Седова, и сегодня мы с вами будем писать цветы в вазе. Очень такие яркие. С чего мы начинаем с вами? Как мы, да, мы, да, мы правильно. Мы определим сначала вазочку, вот, и какую-то основную форму букетика, да, откуда у нас вообще начинается. Ну и просто рисуйте горизонталь, вот это вот основание. Оно приблизительно, ну, по серединке его намечаем, вот этой вот столешнице вашей. Дальше немножко от этой горизонтали у нас идет сужение. И потом расширение. Где-то у нас будет вазочка. Чтобы ее сделать прямой, можете еще ось наметить, да, серединку вашей вазы, чтобы она была симметрична. Ну, вообще, с композицией легче сориентироваться, если вы сразу намечаете как-то общую массу, да, представляете себе полностью картину, весь букет. Какой он у нас формы и какой он у нас займет вообще место на холсте. Так они прям эти светятся пятна. И поэтому можно их сразу определить, где они у нас будут. Очень такими общими формами. Вот смотрите, допустим, центральный, если цветок взять, он немножко в левой стороне, да, от вазочки. Но при этом он очень крупный и захватывает его середину. То есть такой большой цветочек. Рядом с ним еще желтый, да, он уже больше в правой стороне находится. И какой-то маленький есть красненький там наверху. Оранжевый обязательно цветочек надо наметить, он такой большой. Красненькие вот эти маленькие цветочки, их можно общей массой нарисовать, то есть не обязательно их там вырисовывать сейчас, да, просто общей массой, пока не разъединяем их. Такой вот цвет яркий достаточно. Так, и цветочек, который у нас расположен справа от вазочки, я его покрываю. Смотрите, достаточно пока жиденько, да, то есть он как бы может как в растирочку идти, где-то может даже вашу наметку какую-то видно будет. Вот, но нам важно вот эти пятна сейчас увидеть. Тут какой-то маленький тоже цветочек, чисто желтый взять. и полностью его покрыть. Так, вот этот, да, цветочек тоже яркий. Можно вот в этих желтые цветы сразу где-то в бок чуть-чуть вот этого оранжеватого еще пустить, чтобы он был сразу какой-то еще оттеночек такой небольшой появлялся, разный. Можете пальчиками размыть один цвет другой и вообще растереть ваши цвета. И сразу вот этой ржинкой, кстати, можете даже немножко покрыть вашу вазу, вот тут правый край. Тоже будет так красиво гореть. Это у нас рефлекс называется. Я вас буду еще так чуть-чуть учить. Рефлекс у нас это отражение предметов друг от дружки вообще называется. В данном случае, как вы думаете, от чего? От цветов, правильно. Вот от этого рыженького, который тут упал, упал такой, да, маленький. И вот как раз это отражается в вазочке. Ну и конечно у нас есть красные цветы. Вот такой вот цвет делаю. Насыщенный достаточно. И покрываю те места, где у нас красные пятна. цветы красные, которые рядом находятся, их можно даже соединить как бы между собой. Не бойтесь, что они там у вас сольются. Мы их будем разъединять уже светом. Так, ну и у нас есть еще цветок. Такой сиреневый. И бальчиком вот тут развожу, вот именно в серединке меня интересует тон, где у меня будет цветочек. В сиреневый добавляю немножечко бордового цвета, развожу маслицем. И отмечаю пальчиком, где у нас будут сиреневые цветочки. Вот таким вот образом. А кстати, вот пока красным рисуете, тоже посмотрите, совсем забыла. Вот тут вот тоже можете сразу этим красненьким на вазочке рядом с оранжевым. Еще красненьким вот здесь вот мазнуть. Сразу. И пальчиком можно растереть эти две красочки друг с дружкой. Вот такая у нас пока очень веселая картинка. А какое у нас самое светлое место? Самое светлое место. Это блики на цветах, правильно? Это вроде кажется таким достаточно простым, что у нас блики на цветах самые светлые. Но когда вы работаете, иногда это забывается, и например, вы начинаете пересветлять фон. А когда вы пересветляете фон, цветы уже тоже перестают так загораться. Поэтому это для себя держите в голове, что фон у вас в любом случае темнее, чем цветы. Ну что, начинаем тогда с темного. Такой синенький-синенький. И мы уточняем нашу вазу. И от этой, эту синеву немножечко так этим растираю в сторону вот сюда. Итак, красочка, когда мы рисуем ей на темные места, мы не делаем это густо. То есть больше в растирочку, можно там как-то пальчиком и так далее. Ну там, да, какой-то и коричневый есть, и зеленоватый есть. Там много всяких оттенков. Ну давайте возьмем коричневый цвет. Он достаточно интенсивный такой, темный. Зелененький, посветлее. Мы им, если что, сверху положим. Итак, беру коричневый цвет и как бы продолжаю эту синеву. Можно его, этот коричневый, растянуть. Так, коричневый немножко кроплачка. И можно здесь ближе к каким нашим цветочкам сделать цвет покраснее. Смотрите сразу, да, чтобы у вас какой-то силуэт уже был, получался у цветочков, да, но не делайте их там прям кружочками, да. Можно лучше какой-то корявенький такой сделать и вплотную где-то к цветочкам подходить. Итак, где-то порисовали красненьким. И дальше у нас там уже идет охра. Охра. Песочная красочка. Охра. Можно, когда, чтобы она сливалась с темным и плавно переходила из цвета в цвет, сначала ее смешать с коричневым цветом, охру с коричневым цветом смешать. Вот таким вот образом. А дальше уже вытереть кисточку и взять ее чистой. Охрой также можно зайти где-то внутрь букета, не бояться. и растянуть пальчиком в левую часть сюда, в край. Не бойтесь, если у вас там получаются какие-то мазки, да, вы можете всегда воспользоваться такой большой кисточкой 16, да, и вот такими легкими движениями, как веничком, сделать мазочки более такими гладенькими, переходы из цвета в цвет более плавными. Так вот добавить одного оттенка, другого. Далее, да. Смотрите, я пока рисовала именно левый низ, левый низ посветлее. Если у вас остался, вот пока темный цвет у вас остался и темная кисточка, да, можете немножко еще порисовать какой-то коричневой краской, вот здесь вот у вазы, да, сразу тень обозначить, где у нас будет, и обозначить то, что у нас круглое основание у вазы, это коричневой красочкой. И какой-то тень. Какую-то дугу такую обозначить, но она у меня сейчас пошире, я ее потом, если что, сверху сделаю поуже, да, вот эту линию просто по-коричневому. И с левой стороны, ой, с правой стороны от вазы у нас будет тень. Можно немножко добавить в коричневый и синий, чтобы еще она поинтенсивнее была ближе к вазе. И уходит она на нет, да, можно ее так растянуть. А дальше уже мы добавляем белила, наконец-то, наш фончик. И по верху, да, вы смотрите, какой у меня тон. Так. И захожу уже на левый угол верхний, куда-то наверх, вот сюда. И этим фончиком, да, большой кисточкой вы можете также куда-то на ухру какие-то мазочки такие сделать, чтобы у вас были плавные переходы. С цвета в цвет такие венички. Большую кисточку возьмите, вот, быстрее. И где-то по верху. Не бойтесь заходить вглубь букета. Опять же в цветочки сюда куда-то. Вокруг красного цветочка и букет обязательно зайдите этим фончиком, да, что у нас все-таки листочки букет на фоне фона. Вот так вот. Белил побольше. Краска закончилась у вас? Нет, не закончилась? Вот плохо, у меня уже все закончилось. У меня же такой же формат, как у вас. Как такое листочка? Смотрите, немного более розоватой краской я иду вот в правый край, вот сюда. Большой кисточкой захожу где-то рядом с букетом обязательно. Рядом с этим фиолетовым цветочком. Сюда спускаюсь вниз. Если у вас не получился плавный переход, можете еще вот этим же цветом более розоватым там где-то поверху порисовать, где-то на самой вот этой вот охре, да, чтобы у вас были переходики. Купить его больше охры. Ну и потом в этот же оттенок я добавляю сиреневый цвет. Получается у меня немножко такой грязненький, чуть-чуть. Сиреневый цвет светлый. Такой вот. И продолжаю красить уже вот сюда правый край, пониже. Где-то можно пальчиком посмотреть, чтобы эти красочки у нас смешались друг с дружкой. Пониже там другой оттенок, я пока туда не иду. И ближе вот сюда к вазочке обвожу ее силуэтик где-то, вывожу сюда ближе к цветочкам. Ну и естественно к столу. И потом, чтобы у меня вот эти два оттенка встретились, я могу их просто вместе перемешать. Этот оттенок, да, синенький, и вот этот сиреневый, сиреневый такой грязненький. Я его перемешиваю и у меня получается что-то среднее. Можно даже побольше тут. Синенький побеждает, поэтому я еще добавляю сиреневого оттенка с белым. Кисточку не забывайте вытирать, потому что очень многое зависит от того, насколько у вас чистая кисточка. Насколько у вас на ней нету посторонних цветов, которые мешают вам сделать именно тот оттенок, который вы желаете. Ну и этим голубоватым опять же можно сделать где-то отдельные такие мазки уже на сиреневом, чтобы у вас перекликался один цвет с другим. Итак, могу... Так, пока вы докрашиваете для тех, кто у нас смотрит, ну и в принципе, да, чтобы даже для себя повторить. Как мы сделали этот фон? Мы сначала порисовали синеньким цветом у вазы с левой стороны, потом добавили коричневый цвет. Его размазали вот сюда опять в левую сторону, где-то порисовали просто коричневым, где-то коричневым синим, чтобы добавить особый такой черный, такой темный акцент. Повыше я взяла охру и коричневый, и где-то кроплак и коричневый, чтобы появились новые такие оттенки и немного светлее, чем низ. Дальше порисовала в средней части в левой просто охрой и повыше там уже охрой с белилами. В средней части там добавила к охре и белилу немного кроплачка, чтобы была такая вот розовинка какая-то. Дальше вот здесь в угол уже какие-то, какой-то сиреневый цвет добавила, а нижний край правый, он с добавлением синего цвета. Вот так. Ну и квазочки здесь, чтобы получить такой яркий, ну такой глубокий оттенок, надо добавить обязательно в синий еще и белило-коричневый цвет. Также тут есть какой-то вот салатовенький, да, вот эти вот места. Мы их будем делать в основном, конечно, сразу же листвой, но чтобы у нас тут пятно какое-то белое осталось, я его сразу тут тоже введу. Так, сейчас намешаем. Для каких-то таких небольших вещей можно взять кисточку опять поменьше. Вот она. Так. Ну что, с фоном как, разобрались? Ну, все, вроде ничего. Не нравится мне, что, конечно, цветам боитесь подходить? Что вы их боитесь? Ну, пусть он заходит у вас. А я чуть-чуть сейчас это. Вот. Масло прям, смотрите, как течет. Да, надо масло. Вот. Так. Можно здесь вот еще поинтенсивнее взять, по коричневому просто взять, видите, чистого добавьте, поглубже будет оттенок. Да. Пальчиком. Ну, пальчиком, да. Кисточкой большой вот этой, чтобы вот так вот. Порисуйте. Все. Тоже вот там коричневый прям добавьте, чтобы такой глубокий, глубокая тень получилась. Угу. Угу. Простойido. Простойido. Резarı надежда». Угу. Так, ну я тут просто решила хоть какое-то зелененькое пятнышко добавить, но мы будем делать листвой, но у меня тут было пустое место совсем, поэтому я решила добавить зелененький, охру и белила. Зелененький, охру и белила, и где-то вот сюда между цветочками какой-то фон показать, на который уже можно положить какую-то основу листвы. Зеленый, белила, охра, очень такой светленький оттеночек, очень светленький оттеночек, где-то между нашими цветочками, вот сюда вглубь букета чуть-чуть. Ну и где-то на фончике можно пустить ближе к цветам какой-то зеленый оттенок на фон, какими-то отдельными мазочками, причем он, смотрите, очень, достаточно светленький, да, то есть не делаем его очень темным, особенно на светлом фоне. Ну вот так, чуть-чуть совсем, посветлим немножко чуть-чуть. Ну там вот между цветочками где-то какую-то зеленцу можно добавить. Охрочки побольше. И может желтенького еще добавьте в этот цвет. Белил, 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 много белил. Очень светленький такой, вон, смотрите, какой, фисташка такой. Ну и пальчиком его можно так втереть, вот ваш фончик уже, который есть. Там особо не увлекайтесь. Вот сейчас хороший фон, да, вот посветлее. Жидко очень, жидко. О, еще светлее. И можно еще, еще побольше охрочки добавить. Еще светлее. К такому фончику, потому что он у вас светлый фон, чтобы был... Ибрагим, охру. Охру. К такому. Продолжение следует... Так, ну что, там, смотрите, зеленью не особо... Вы там уже перебарщиваете, можно остановиться. Остановитесь. Подождите вы там-то все мазать. Я там не говорила, ну ладно. Подождите, там только вот где-то наверху, там между букетиками. Все, не надо там особо сильно. Вот на верхней части, вот здесь вот где-то между желтыми цветочками, вот этим вот каким-то зеленоватым оттенком, светленьким. Вот здесь вот между... Чуть-чуть, да, только на начале букетика. Вот. Ну, можно капельку вот сюда зайти еще. Фончиком вот этим зеленоватым. Внутри пока не особо там рисуйте. Ну, тут вот еще можно чуть-чуть. Ну, и все. И все-все. Которые между цветочками, там, которые внутри букета, там есть очень насыщенные прям темные пятнышки. Да, вот смотрите, у нас тут какие-то темные пятнышки. Тут. И мы их берем уже интенсивнее. Зеленый цвет. Я даже синенький добавляю. Зеленый цвет. Немножко синенького, да, чтобы он так не съел у меня все. И рядом с вот этими нашими цветочками, вот здесь вот красным, оранжевым, добавляю вот этот темный зеленый оттенок. Я взяла тройку щетинку. И сразу смотрите силуэт цветочков. Да, чтобы у вас он начинал уже как-то читаться. Вот темненькое такое пятнышко с одной стороны. Где-то здесь под фиолетовым можно, под вазочкой. Какие-то темные пятнышки посмотреть. И рядом с рыжим. Синенький и зеленый. Где-то на фоне вот этом голубом, причем они могут где-то как растворяться с этим фончиком. Ну и внутри букета еще с верхней части фиолетового цветка. Где-то тут капельку. Зеленее, конечно, зеленее. Синенького совсем чуть-чуть, иначе он такой будет очень-очень-очень синий. Где-то вот тут совсем фрагмент. Вот темненький. Ну такие темные пятнышки. Темнее-темнее. Нужно паслицы добавить чуть-чуть. Так, интенсивнее. Тоже интенсивнее, вот поэтому светлый. Вот зря добавили там, можно и по нему сложнее делать. Вот, смотрите, там тоже такое темное-темное пятно. Можете маслице добавить в красочку и сделать поярче. Вот здесь. Почтем. Где-то у нас, да? Просто погуще выбрать красочку. Да, 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 чудесно. Да, да. Вот, можно секундочку. Лучше даже, если вы, наоборот, где-то перетемнете, чем пересветлите, так будет глубже у вас тени, и интереснее будет зелень смотреться, если вы будете вписывать более темный оттенок. Вот в данном случае здесь еще буквально вот тут мазочек какой-то можно положить, да, сразу темный, интенсивный и выделить какой-то, может, моментик. Вот. Ну и смотрите, чтобы у вас сразу на вазочку, да, тоже какие-то темные штуки спадали. Мы тут будем вписывать одно в другое. Вот так. Ну, так, хорошо. Так. Зеленью занялась и совсем забыла про стол. У нас же еще стол есть. Точно, точно. Большой кисточкой я рисую стол. Добавляю охру. Охру. Можно сначала просто охрой где-то столик вот тут вот покрыть, чистой охрой, без белил. Крайнюю часть вот эту. И это вот тут вот вверху. И потом еще смотреть, чтобы мы добавили туда еще какой-нибудь оттенок. Красненький, например. Красный цвет я беру. Красный цвет в охру. И краешек какими-то отдельными такими мазочками. Добавляю красный. В принципе, в данном случае вы можете использовать как раплак, так как кадми красный. Просто у вас будут разные пропорции. Так. И видим ближе к вазе. Цвет такой более светлый становится. Ну, тут вот рядом с вазочкой можно еще вот охрой чуть порисовать. Пока без белил рисую. Вписываю вот эту вот тень в этот вот охру и красный. Растираю как бы. И потом уже можно добавить в охру белила. Даже желтенький какой-то оттенок присутствует. А мазочки горизонтальные. Внизу даже есть просто какие-то чистые даже белила. Мазочки. Вот так вот. Итак, сначала красим охрой краешек и тот, и правый, и левый. Потом добавляем красный цвет в охру. Какие-то делаем отдельные мазки на этой охре. Тоже особенно много их с правой стороны. Они там поконтрастнее. Ой, с левой стороны они там поконтрастнее. Растягиваем охру где-то до тени. Вот этот красненький. Чтобы она переливалась из тени вот в этот вот фончик. И потом уже добавляем белила в этот оттенок. И чтобы у нас все перемешалось. Смотрите, обязательно, чтобы у вас тень тут смешалась, добавьте красненький немножко оттенок. и добавляла. Ага, хорошо. Так. Ну и смотрите, чтобы у вас край, да, был такой более-менее ровненький. Все-таки. Нужно так вот кисточкой тоже большой немножко смягчить край, чтобы он был не очень резким. Сиреневый белила и немножко охры. Ну такой вот тончик. Еще раз показываю. О. Да, вот такой. Ага. Еще чуть-чуть светлее, светлее. Так. Такой серенький получается, да, грубо говоря. Серенький. И этим сереньким тончиком я начинаю вот тут вот рисовать вазочку. Начинаю я ее справа края. Не бойтесь, если она у вас где-то заденет голубенький. Голубенький ей оттенок совсем-совсем не помешает. Если голубенький у вас, как у меня, тут залез, можете просто добавить в оттенок потом еще побольше охрочки и продолжить ее рисовать. И я ее закрашиваю полностью, вот эту часть, кроме красных вот этих рефлексов. До них я не дохожу. Вот так. Вот так, левый край. Левый край. Ближе к красным оттенкам я добавляю, можно в свой же оттенок, вот в этот вот, добавить красный цвет. Красный цвет добавляю в этот же оттенок. Красный цвет. И, да, вот так вот. И сюда где-то посерединке добавляю вот такую розовицу. Она у меня, эта розовинка, идет еще где-то по низу. И можно где-то ее так смягчить. Можно пальчиком, можете кисточкой. Да, не помню, что у нас тут красный рефлекс, можно его тоже еще раз усилить. И растянуть вот с этой вот розовенькой где-то красочкой пальчиком. Или с какой-то вот этой вот серенькой. Такая у меня очень яркая вазочка получилась. Также немножко крашу и правый край. Ну, так аккуратненько. Можно вообще даже самой маленькой кисточкой. Вот этим серым цветом, который у нас тут был. Серым цветом. Буквально касаюсь самый-самый краешек. Самый-самый краешек обвожу вазочки. Немножко где-то по низу. Вот тут все. Я не закрашиваю оранжевый. Можно потом сухой чистой кисточкой маслице окунуть. Хорошенько вытереть. И растянуть этот светлый серенький оттенок вот в этот оранжевый. Чтобы у нас вазочка как раз была такая ровненькая. Я этот краешек, получается, подчеркиваю. Такая очень яркая вазочка. Ну и низ. Низ у нас там такой голубенький немного. Поэтому я добавляю синенького чуть-чуть. В сиреневый белила буквально капельку. Так. Синенький в сиреневый. Да, это мы будем рисовать. Со мной. Акварелью. Кошку. Так. Синенький я добавила вот к этому нашему серому оттенку. Можете фиолетовый в принципе и в белый добавить. Смотрим, что он немножко с правой стороны поярче, посинее. А с левой стороны он посветлее. Да, белилы добавляю больше. Светляю левую часть. Можно еще посветлее. Чтобы у нас вазочка закруглилась, у нас не только нижний край должен быть темный, ну, кругленький, да. Ну и вот этот верхний вот этого донышка тоже должен быть кругленький. И вы его можете скруглить за счет красного. Красный оттенок еще раз взять. и какую-то тут такую дугу сделать и вывести ее в рефлекс. Ой. Вот так. Ну, у нас тут только блика не хватает на вазочке, но это уже другая история. Да нет, все хорошо. А, вот это вы имеете в виду? Ну, скруглить просто можно. Ну, кисточка плохая, жутко. Не круглится. Возьмите маленькой. Вот смотрите, вот так вот дугу сделали, а потом еще раз коричневой красочкой ее... Такая-то. Кривая немножко. Ну, видите, да. Чуть-чуть. Ну, вот это вот надо обязательно смягчить. И вот это вот надо тоже красненького еще добавить туда. Куда? Да, да, да. Между... Красненького. Зачем же будет? Синеньким-то рисуете. Красненький. Возьмите цвет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, это много, да? Ну, чтобы был. Понимаете? А так вы долго будете. Понимаете? А я его вот так вот вам вынесу сюда. И чего теперь сделать? Так вот растянуть. Желтенький, не надо? А. И кофем. Да, подчеркните вам. Можно поярче. Рыженький, красненький прям чистенький взять. И смотрите, чтобы у вас мазочки не обязательно такие горизонтальные были, можно поменьше их сделать. Красненький вот сюда подоле, побольше. Сюда он такой кругленький должен быть. Хоп, вот так закругляться. Так. Ну все, теперь уже подходим вплотную к нашим цветочкам. Перед цветочками, так, где-то у нас заново, посмотрим. Ну давайте, да, цветочки начнем. Итак, берем щетинку, которая плоская у нас, которая номер 8. Да, номер 8. Так. И давайте посмотрим еще раз объемы каких-то наших цветов, какие-то темные моменты. Я беру оранжевый цвет. Оранжевый цвет. И вот начинаю с вот этого желтенького цветочка. Нахожу его как бы корзиночку. Такую дугу делаю. Можно к оранжевому даже немножко добавить красненький. К оранжевому чуть-чуть можно добавить красненький. Делаю дугу и немножко темню его правую часть. Дальше можете это пальчиком немножко растереть. Вот в это желтое дугу тоже так вот растеряем пальчиком. Вот такая вот у нас получилась основа от цветочек. То же самое я делаю и с другими цветочками. Тоже где-то крашу серединку поярче. В оранжевый чуть-чуть добавляю красненький цвет. Растираем его. Смотрите, очень много его положили, уже сложнее будет растирать. Ну и вот в цветочке, который у нас нижний спускается, у него корзиночка опускается вот сюда вниз. Ой, грязная пальчика. Здесь вот тру нижнюю его часть. И где-то его... Левый край. Тоже можно и с маленьким сделать. Цветочком. Низ его немножко так сделать покраснее. И сразу-сразу смотрите силуэтик цветочков. Что это значит? Вот этим вот оранжевым с красным вы можете как бы уже нарисовать вот эти лепесточки, которые находят на фончик. То есть у нас где-то они светлые, лепестки. Где-то совсем вот такие темные. И сразу кисточкой внешние лепесточки, особенно на цветочке, которые у нас тут спускаются вниз. Можно наметить, как они выходят. Вот так вот. Краски много? Я же вам говорила. Много краски? Не бойтесь, что это где-то вот нужно так сделать. Так вывести куда-то. Да, вот там полностью утемняйте. Там он полностью такой темненький. Без мазочков можно. Не, 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 наоборот, лучше вот. Да, только чтобы цвет был. Где-то там. Можно зелененьким наоборот. Если у вас очень много там краски, можете зелененьким еще там его подправить. В целом, вот тут, допустим, здесь вот хорошо. Вот тут, допустим, да, в любом случае у вас не загородка. Зелени здесь нету, да, там какой-то особый. Но вот силотик можно уже показать. Вот, да, красивая сила. То же самое с красненькими цветочками. То же самое с красненькими цветочками. Но с красными цветами я могу взять больше краплачка. Это вот этот вот красный такой бордовый оттеночек. Бордовый такой оттеночек. Разделить где-то вот эти наши три цветочка. Прям как линиями такими. Где-то показать какие-то темности внутри цветка, который вот тут внутри букета. И тоже, да, не забываем, мы где-то краплачок этот можем растирать пальчиком или кисточкой от той линии, которая светлее. То есть в данном случае вот этот цветочек, да, который левый, он у нас светленький. А за ним у нас темненький. И я как бы его выделяю и растираю эту линию к тем цветам, которые у нас правее. Также смотрю, нижний и верхний, можно их разделить тоже как-то линией. И какой у нас здесь дальше идет. Верхний у нас сзади всех, правильно? И я его отделяю. Можете-то поменьше кисточкой делать, как вам удобней. Также я темненьким цветом обозначаю вот здесь вот границу самого левого цветочка красненького. Намечаю сразу какие-то лепесточки краплачком. И растягиваю опять же пальчиком, как бы вот с этих лепесточков в нижнюю часть цветка. То есть сверху вниз. Общая масса, общая масса. Еще можно немножко утемнить краешек вот цветочка, который ближе всего к вазочке и к цветку. Его правую часть немножко утемняю и нижнюю. И тоже растираю все пальчиком. Там лучше не очень много там делать. Он все-таки в целом у нас яркий такой достаточно. То есть там краплачка может быть немного. Так вот мы вот этот выделяем. Вот этот цветочек выделяем. Чем? Это караплачком. Вот караплачком. Вот один цветочек. Потом вот этот вот. Смотрим, какой темнее. Темнее, который верхний. Немножко. Вот этот немножко отделяем сюда. Так. И фото. Тоже вот этот отделился, если у вас, то вот эти-то два нет. Вот эти. Тоже, чтобы вы поняли, где у вас там силуэт. Можно вам вообще маленькой кисточкой зайти потом и фончик тут хоть как-то поддетектировать, чтобы вам было понятнее. Смотрите, не просто линии, да, у нас эта линия как бы сюда вот растягивается. Тут что? Это вы его уменьшили или что? А это? А это еще не знаю. Ясно. Ясно. Смотрите, если у вас совсем тут такая бесформенная часть получилась, возьмите кисточку, допустим, поменьше, да, возьмите цвет фончика, который у вас был. Может быть, он у вас остался на палитре. Если нет, намешайте какой-то сиреневый охра белила, мы, по-моему, брали, если не ошибаюсь. Нет? Такой мы брали? Какой-то грязноватенький такой. Вот. И можно прямо этим фончиком где-то зайти на ваши цветочки, посмотреть их форму, да, чтобы вы сразу же поняли, где у вас какой цветок, чтобы это было не абсолютно такая месиво какое-то непонятное. Сразу что-то такое более читабельное. Ну что, сделали вы там с красными цветочками? На красненьких там они, в принципе, все однородно там где-то сделаны, там можно в конце вот как раз вот эти точечки все сделать, можно потом. А вот в оранжевом сразу можно сделать где-то вот поярче вот этот цвет, совсем-совсем оранжево-такой красный, чтобы вы сразу чувствовали, где у вас вот эта вот глубина, где у вас чашечка. Да, вот это вот. Откуда вам вообще потом цветочки-то вести? Вот. Ну и я подхожу к фиолетовому цветку, фиолетовый цветочек, добавляю в сиреневый белило и немножко бордового. Такой вот цвет получается у меня. Побольше его намешаю себе. Итак, сиреневый, бордовый и белило. Вот такой вот у меня красивый лиловый цвет. Да. Так, и этим цветом начинаю где-то какую-то форму искать нашего цветка, который у нас именно в серединке находится. И близко к нашей вот этой фиолетовой истории, которую мы делали с вами, тенёшечку, я начинаю рисовать вот эти мазочки. Я не перекрываю фиолетовый, а где-то как втираю вот какие-то более светлые оттеночки туда. И уже каким-то таким сиреневым вы можете намечать те мазки, которые находятся в левой части и вот где-то в нижней, которые у нас выходят на фончик. Смотрите, что я делаю. Я беру вот так вот, да, вот в данном случае вот здесь кисточку, нажимаю на неё, отпускаю, нажимаю, отпускаю где-то вот, чтобы у меня какие-то мазки появились на фоне красного и так далее. Обязательно вы должны чувствовать вот эту вот чашечку, да, где у вас цветочек начинается. Вот он, видите, да, там у нас тёмная часть пойдёт. Вот, то есть от неё у нас лепесточки идут как бы в верхнюю часть, а ниже неё, наоборот, вот вниз спускаются. Чтобы мне почётче понимать, где у меня серединка, я могу прям красненьким цветом вот её обозначить, прям пальчиком можете её обозначить, эту вот серединку красненьким цветом, чтобы вам было понятней, что да как у вас там. То есть вот рисую, так скажем, промежуточный цвет между сиреневым и вот этим тёмным, да, который мы рисовали, белилами. То есть мы белила будем вписывать вот в этот вот сиреневый цвет. Больше сиреневого я добавляю в другие цветы. Тоже белила, тоже можно чуть-чуть краплачка, но уже совсем чуть-чуть больше сиреневого. И рисую наши крайние цветы. Ой, тут, наверное, очень светлее. Пока не перебарщивайте с белилами. Такая вот, наверное, перебарщила уже. Так, и вот этот цветочек мы смотрим где-то от фона, какие-то мазки, да, сразу смотрим его форму. И что мы делаем? Мы как бы вписываем, опять же, вот в этот тёмный цвет. То есть мы постепенно, у нас переходит оттенок более интенсивный. Вот как раз из низа сюда вот вовнутрь. Вот так, смотрите, я нажимаю на кисточку, отпускаю её. Нажимаю, отпускаю. То же самое здесь. Здесь тоже нет почти вот светло в этом, только в конце. Там есть вот эти вот отдельные мазки, они в верхней левой части. Нажимаю, отпускаю, причём у меня сиреневый не закрашивается. У меня где-то на нём мазочки с верхней части. Вот здесь вот более контрастный переход, наверное, да? Вот, здесь он более плавный. В принципе, вот эта вот сторона темнее немножко. Что вы вот на этой границе всё? Возьмите, заходите вы за неё уже. Мне надо идти к фоном. Нет, а что с фоном-то? Зачем? Ну, возьмите вы этим цветом пошире, большую кисточку возьмите. Там широкий мазок где-то. Да, молодец. Хорошо. Можно где-то побольше его сюда довести. Он у вас тем более очень тёмный изначально получился. Поэтому его мы как раз усветляем тем, что вот эти мазочки делаем такие. Так всё правильно. Ромашечка такая. Смотрите, немножко так полохматее надо, потому что она у вас такая вот в круг всё она превращается. Вот смотрите, сейчас вам вдалеке покажу. Видите, она у вас в круг превращается. Вот. А надо её так немножко подлохматить. То есть вот не бояться взять и где-то вывести сюда, вот отсюда вывести. Как-то более каким-то геометрическими сделать. И входят они у нас все в тёмное. И тёмное почему-то у вас как раз не закрашено. У вас там должна быть внутри самая тёмная часть, как раз внутри цветочка. И туда все сходятся лепестки. Так. Так вот. То же самое и здесь. Отходите сейчас от этого контура уже. Прям можете. Если вот тут вот уже посмотрели, большой слишком цветочек получился. Ну возьмите фон, цвет фона другой кисточкой. Найдите на цветочек фончиком. Можно взять, допустим, тот же коричневый цвет. И наоборот сделать. Наоборот вывести. Вот так вот сюда фон. Туда, вовнутрь. Ой. И фоном его подредактировать. Что вот так вот. Лохматьте. Тёмненькие закрыли совсем место вот тут вот полностью почти. Пусть оно там останется у вас. Вот эта вот часть-то тёмненькая. Ай. Краски много. Что там по-темне было такое. Вписываем. Теперь плавно переходики здесь плавные. Давайте я вам поближе покажу, чтобы вы понимали, что я тут делаю вообще. Смотрите, у меня тут всё такое пока ещё не причесанное. Вот тут самое тёмное должно быть внутри. Ну, всё верно. Какая прям дровашечка сейчас образовывается. Она же вот внизу, в принципе, тёмненькая. Ну, хорошо. Тут можно было мазочки не делать уже. Ну, так. Хорошо. Оставьте, оставьте сейчас. Хорошо он получился. Пусть будет такой. Так. Там тоже не так контрастно. Потемнее можно. Ну, цветочку-то эту. Цвет потемнее. Да, нет. Да. Так. Так, теперь я хочу, чтобы мы перешли с вами перед тем, как делать всякие светлые-светлые-светлые мазочки. Зелени. Я беру зелёный цвет. Жёлтый. Салатовый такой делаю. Жёлтого побольше. Ну, да. Жёлтого побольше, побольше. Жёлтый ещё есть у вас? Есть. Хорошо. Хорошо. Итак. Итак, жёлтый и зелёный. Вот, мешаю салатовый такой красивый делаю. Вот. И начинаю рядом вот с этим нашим фиолетовым цветочком. Можно кисточкой-тройкой. Да, скорее лучше ей рисовать. Поменьше кисточкой. Рисуем аккуратненько цветочки наши фоном. Как раз, да, делаем их силуэти где-то повнимательнее. И пусть это у вас зелень начинает где-то выходить даже на фончик сюда. На вот эти вот тёмные места, которые мы делали с вами, синенькие, да. При этом она не полностью их перекрывает. Да, а где-то просто добавляет каких-то оттеночков тут. Итак, начинаем рисовать как бы наши цветочки за счёт того, что делаем рядом с ними листики. Листики пока могут ещё казаться не листиками совсем. И могут просто быть какими-то мазками. Где-то эти мазочки можно с фончиком вот так вот списать пальчиком или кисточкой. Где-то они могут быть более чёткими. Обязательно вот на этих тёмных местах, которые мы делали, не закрываем их полностью, да. Какие-то пару мазочков, буквально очень лёгких, можно на них положить, да. И потом вы уже свободное плавание их кладёте на фончик. Мазки достаточно лёгкие. Можете маслице чуть-чуть брать на кисточку, чтобы вам было удобнее работать. Обязательно порисуем этой салатовой краской где-то в правой части от букета. Пусть она немножко где-то и с фоном сливается. И, конечно, на вазочке. Конечно, на вазочке, вот от вазочки, вот здесь вот, да, будут такие лепесточки. Обязательно обратите внимание, как я их делаю, да. То есть от цветочков, вот как бы такие мазки где-то идут, да. То есть как бы от основания листика к концу, а не наоборот. Где-то и на тёмном фоне они будут. Где она светлая, можно их сделать чуть посветлее, пожелтее. Рядом тут с фиолетовым. Не бойтесь какого-то хаоса добавить. Да, здесь, в принципе, очень они так свободно написаны, эти листочки все. Где-то есть оттенок более светлый, можно белила добавить. Пока не делаю очень большие листья, вот эти самые светлые, пока я до них не дошла. У меня как бы такая подкладочка ещё, которая под них идёт. Где-то вот рядом с красным цветочком под ним листочки надо обязательно нарисовать. Побольше какие-то должны быть обязательно. Большие. Жёлтенько нам мало. Не могу смотреть на это. Закрасить-то надо. Немедленно. Немедленно надо закрасить это. Смотрите, вот рядом с этим цветочком мы рисуем, рядом с ним листву. То есть она у нас как бы, его обводим, понимаете? Что же, поярче взять цвет. Обводим мы. И таким образом подчёркиваем его форму. Так, кого мне взять, чтобы показать вашу... Давайте вас. Так всё хорошо, кроме того, что вы не подслушали меня. Вот смотрите. Вот тут всё вроде верно делается. Смотрите, вот что я хочу вам сказать. Обязательно сейчас на этом этапе вы должны близко к цветочку подойти. Близко к цветочку. То есть взять вот этот вот зелёный цвет. Мы потом сверху перекроем это белилами, если что. Не бойтесь. Но сейчас нам надо обязательно вот этот вот силуэт прям впритык посмотреть вашего цветка. Понимаете? И где-то этот зелёный вывести сюда, допустим, да, вовнутрь. То есть вы идите от цветка, от его силуэта, а потом уже куда-то вот на синенький, там, на жёлтенький и так далее, да, закрываете. Выходите дальше на эту поверхность тоже. И здесь тоже от цветка. Смотрите, вот что вы боитесь вот за границу зайти? Как будто вас вот тут вот зарежут, если вы зайдёте сюда. Не бойтесь вы заходить-то. Что же такое-то? Не бойтесь, пусть у вас же там свободные такие листочки. Вот они вот сюда выходят и сюда выходят. Какая-то должна быть свобода. Что вы? Ну, всё равно, вот это же было сейчас. Вы это же как-то сделали. Что вам мешало сделать большие листочки? Что мешало вот здесь вот сделать тоже вот маленькие какие-то? А что мешало сделать вот здесь большие, опять же? Вы открываете? Поэтому я и говорю. И близко к цветочку обязательно порисуйте листву, да, чтобы у вас сразу ощущался его контур, силуэт. Вот. Ну, не всех, смотрите, где он есть. Конечно, не всех. Посмотрите, где он у нас есть. У нас есть, вот там вот я тёмненьким это делала, вот здесь. Вот это обводила. Если нет, можете его посмотреть тёмным цветом, вот этот жёлтый, да, и с одной, и с другой стороны. Вот этот жёлтый, вот этот вот оранжевенький, у меня сверху тёмненький, а снизу можно, в принципе, и если у вас не обведён он, да, вот тут вот, где-то зелёненький посмотреть. А с фиолетовый у меня как раз салатовым обведён вот с левой стороны. А внизу там где-то тёмненький цвет, но при этом может быть где-то в этот тёмный залезть и более светлые оттенки, чтобы была разница. Побольше листочков тут, побольше, большие, маленькие, какие-то хаотичные. Не бойтесь вы их вывести как-то поинтересней. Какой-то свободы нет. Можно взять коричневый цвет вот сюда в листочке. Хоп-хоп. Вот. Только чтобы они у вас общей массой в итоге всё равно смотрелись. Здесь куда-то вот я какие-то отдельные могу вывести, потемнее листочки. Там сюда какая-то, смотрите, там вообще веточка какая-то пошла, да, такая. Красненький тут. И тут. Да. Тут вообще какая-то, ну, мы ещё не дошли до этого, но в принципе тоже, чтобы вы понимали, да, что тут, например, вообще какая-то светлая блямба. И из неё идут тоже какие-то листочки посветлее. Бутончики. Вот так вот, что, знаете, надо так рисовать, чтобы у вас сама рука рисовала. Вот так. Куда она пошла, вы не знаете. Понимаете, вот тан-тар-татан. Немножко вот такой хаос опять же. В листьях тут вообще полнейший хаос. Немножко раскрепостите себя. А вы все рисуете, как будто вам этот куст подрезали вот так вот ножницами. И сказали, нет, тут у меня ровненький кровь. И тут ровненький, и тут ровненький. Так, сделайте его, размахнатьте. Но вот здесь уже близко. Уже близко, но всё равно не то. Всё равно, смотрите, читается одна сплошная граница. И тут читается граница, граница. А вот что-то должно обязательно оттуда вылезти. Вот эта вот часть вот вылезает, к примеру. Здесь куда-то вылезла какая-то веточка. Какие-то мазочки отдельные. Понимаете? Тут тоже. Там, вот, которая повыше, там вы переборщили. Там оно будет посветлее. Там нет таких тёмных. Там будут светлые мазочки. Там можно светлого добавить, белого, жёлтого. Какого-то такого. Там они будут посветлее. То есть пожелтее, посветлее. Вот тут вот начали что-то такое делать. Надо ещё сюда вывести. Куда-то за вазочку. Не бойтесь вы, что вы боитесь. Так. Ну и смотрите, здесь какие-то тёмные мазочки. Вот я сейчас взяла на своём рисунке. Взяла каким-то коричневым тут цветом. Поярче даже. Можно коричнево-зелёный даже взять. Интенсивные такие. Да, взять здесь тоже как-то поярче. И вот смотрите, у вас... Вот тут, например, силуэт вообще не читается. Вот как раз можно его здесь посмотреть, вот этой зеленью, да, чтобы он как-то стал читаться, вот этот вот оранжевый цветочек, да, чтобы стало было понятно, что это он из себя представляет и какой он формы. Понимаете, вот. Сейчас он уже яснее. То же самое здесь. Вот я захожу зеленью, тут как-то захожу. Там уже какая-то форма образовалась. И с этим то же самое. И с этим. Ну да, уже лучше. Уже лучше. Уже лучше. Только такая большая масса получилась. Ну, что? Да. Можно тут... Тем более вы раз так вот отодвинули букет, да, вам надо вот сюда точно веточек каких-то понакидать. Понимаете? Сюда, вот в эту часть. Ну, там же пойдут такие вот маленькие. Ну, пойдут, да. Но все равно. Вот какая-то такая прям должна быть более свободная. Нельзя. Бухгалтера нельзя свободно. Вот они. Да, 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 да. Ну, уже веселей. Уже веселей. Так. Ну, чтобы совсем было хорошо, давайте цветочки опять вернемся к цветам. Потом уже там зеленью еще покорпим от ней. Над вашим чувством хаоса. Так. Итак. Ну что, с каких цветочков начнем? Желтых начнем. Хорошо, давайте желтых. Желтых. Вообще тут мазочки достаточно широкие, поэтому я возьму восьмерку. Хорошенько ее надо вытереть. Прям очень хорошо. Маслице окунуть. И вытирать. Пока мозоль на пальце не станет. Не так, конечно. Да, ну она в любом случае будет в краске. Просто, ну, хоть как-то ее почище сделать. И потом мы уже просто берем белый цвет чистый. Так густо, знаете, прям вот сметанку такую густую взяли. Густую сметанку. Ну и начинаем. Ой, с желтого, да, мы начали? Я с фиолетового захотела. Ну ладно. С желтого, отлично. Хорошо. Хорошо с желтого. Желтого, так желтого. Итак, давайте начнем с желтого, с самого центрального. Вот здесь вот цветочка. Нет, давайте с бокового, а то вы с центрального сейчас ошибетесь. Мы вот здесь вот пока потренируемся. Что я делаю? Вот здесь вот у меня будет этот корзиночка, правильно, темненькая. А вот эти у меня самые светлые мазки. Я нажимаю на них, сюда кладу мазочек, и сюда кладу мазочек, чтобы у меня ощущались сразу мазочки. Это широкой кисточкой делаю, да, и они как бы внешней стороной кисточки у меня рисуется вот этот мазок. Понимаете? То есть с внешней стороны вовнутрь. Густенько. Густенько. С внешней стороны вовнутрь. Вот так, до этой корзиночки. Это у нас мазочки, которые выходят из корзинки. Понимаем, да, вот у нас есть цветочек, у него корзинка вверх идут цветочки, лепестки, да, вот сюда вот все спускаются. А есть, которые наоборот отходят как бы от этой корзиночки. Вот как раз мы их рисуем. И где-то подчеркнута корзинка каким-то мазочком еще таким длинненьким. А также есть там с желтым цветом, белила с желтым цветом. С левой, с правой стороны там тоже подчеркнуты мазочки какие-то, широкие достаточно. Верхняя часть, их, это вот верхняя часть цветка. Вот она. Ярко. Ярко. С желтым цветом уже. Шире мазки. Они не получаются у меня шире. А почему вы кисточку так держите? Вот так. У нее же вот широкая часть. Вот. Так, только вот тут они будут вот сюда идет, а вот сюда вот так вот. Они будут правы. Ну так сделайте его погуще, чтобы у вас прям погуще было. Вот, даже решили вообще большую кисточку взять. Ну, хорошо. Ага. И корзиночку. Вот так вот это. Может быть, этот тоже цветок, лепесточек осветить. Да, вот этот. О, класс. Молодец. Ну-ка. Ну, хорошо. Видите? Вот, цветочек. Замечательно. Ну, немножко опять, как бы такой живости не хватает, пересчет такой идет лепесточков. Но в целом вообще молодец. Так. И у нас есть, еще можно больше желтенького добавить. Еще больше желтенького, совсем чуть-чуть беленького. И какие-то маленькие мазочки, где-то они даже могут вписываться вот в этот ваш оранжевый, очень легкими движениями, уже не густо, совсем не густо. Какие-то такие маленькие мазки я делаю внутри еще. Ой. Вот, большой получился. Очень такие негустые, маленькие мазочки, совсем, где-то внутри, совсем чуть-чуть. Чем-чуть-чуть. Ну, и пока у вас желтый. На кисточке можно еще показать маленький вот этот вот цветочек, который здесь вот маленький. Тоже густо берем краску. И смотрим сразу силуэт мазочками. Это можно там оранжевенький взять даже. Подредактировать маленький цветочек. И там тоже есть белый блик. Белый блик есть. Ой. Чтобы его сделать, надо густо взять красочку. И, хоп, ее тут положить. Ну, и все. И таким образом мы продолжим дальше работать широкой кистью. Итак, вот у нас есть второй вот этот желтый цветочек. Что мы делаем? Подчеркиваем где-то чашечку. Какими-то маленькими такими мазочками беленькими. Узенькой какой-то полосочкой. Дальше чуть выше я немножко отступаю. И какие-то мазки делаю, так скажем, вокруг темного. Обращаем внимание, что сверху у нас мазочки будут поярче. А внизу они будут послабее. То есть их можно немножко как списать более сухой кисточкой. То есть ее вытереть. Кисточку можно. И мазочки немножко вот так вот такими вертикальными движениями чуть-чуть списать как бы вниз. Но это только вот самые верхние. Ну, тут можно тоже один раз так делать. Ай! Потом еще раз делать погуще. Еще раз на желтом. Вот тут похожий тоже цветочек. У него под корзиночкой такая вот небольшая как полосочка идет. Вот темным, который мы с вами подчеркивали. Дальше какие-то от этой корзиночки идут мазки. Такие очень свободные. Смотрим, что они не очень белые. Нижние как бы выходят сюда на фон. И теперь чуть выше корзинки еще раз. Еще один ряд такой дуги небольшой. Но уже мазочки пошире. И дальше более горизонтальными мазками. Такими горизонтальными, широкими. Я начинаю рисовать вот эту верхнюю часть лепестков. Сразу их моделирую. И можно их немножко свести линией. Очень вытираю хорошо кисточку. Где-то вывести вот сюда вот серединку чуть-чуть. Чтобы они где-то списались, эти мазки. Вот таким вот образом. Да, да, да. Нормально. Потом вот где-то должны обязательно так списаться. Чтобы они везде... У вас он такой совсем, чтобы белый не получался. Вы поменьше их делайте. То они такие у вас очень большущие. Их много получилось. А я их сейчас... Можно где-то и желтеньким еще раз добавить. Да, вот сюда еще. Сюда еще возьмите. Да, вот сюда еще. Так вот тут поменьше тоже. Так, ну, хорошо. Красный, да? О, хорошо. Хорошо. Где-то, чтобы они могут соединяться. Вот еще мазочки вот тут вот особенно. Так, что тут показать-то? Вот это вот. Сейчас все здесь отдельно. Смотрите, это полосочки от этой как будто идут. Вот эти вот части. И там их не видно так прям сильно. Тут же селинца есть такая. Ну, там, то есть нету такого прям сильно, да? Вот этих мазочков. Они в основном все вверху. Вверху. Так, хорошо. Тоже, смотрите, чтобы где-то у нас не ровно, да, они были, а где-то повыше, где-то пониже, чтобы такая... Вот это вот переборщили тут. Да, да, да. Там они будут такие. Закрасьте лучше их. Такие у вас, наоборот, темные получились, а не светлые. Дальше у нас мазочки. Я белый цвет смешиваю с красным. Белый смешиваю с красным. Красного побольше. Белого поменьше. То есть такой вот, смотрите, у меня не очень прям светлый цвет получился. Вот такой. Ну, хорошо. Красота. Это правда. Давайте этот розовенький такой смешиваю. И начинаю рисовать красненькие цветочки, а именно их левую часть вот здесь вот. Тоже мазочками. Какими-то по форме где-то. Тоже... Вот в данном случае он у нас этот повернут, да, как бы задней стороной. У нас не видно чашечку, да. У нас только есть какие-то вот намеки на отдельные лепестки. А вот тут, да, у нас очень хорошо видно. Но пока мы ее не будем рисовать вот совсем белым. Можно ее нарисовать сначала розовым. Какие-то у нас лепестки, которые отходят от чашечки. И вот саму нее, да, какую-то дугу такую. Тоже наметить розовеньким цветом. Где-то эти мазки у нас входят вот в этот вот кроплачок. Можно их размазать пальчиком. Обязательно у вас нижняя часть вот этого цветочка должна остаться красненькой. Ну и тут тоже такая кроплачная, яркая. Где-то я немножко осветляю самый ближний вот этот вот маленький цветочек. Только его краешек. Тут тоже можно краешек чуть-чуть осветить наших цветочков. Можно больше красного добавить, чтобы у вас были они там, не вылезали очень сильно. Они там все-таки темное пятно. Ну и самый верхний цветочек тоже таким розоватым оттенком. Тоже в основном красный цвет. Какие-то тоже горизонтальные мазочки. Верхняя часть вот этого цветочка. Не забываем, что мы не только этими мазками только свет показываем, но и формируем форму вот какую-то. Формируем форму. Горизонтальные там в основном. Уже чуть-чуть пересветлее, мне кажется. Можно еще краснее. И вот тут мы не просто их там делаем, а вот прям контуру вот этому. Тоже покраснее можно. Чтобы у нас отходил вот этот вот цветочек от цветочка. Тут тоже. И фончиком-то подресветите, чтобы они немножко отделились. О, класс! Это вот хорошо получилось. Это не получилось. Это не получилось. Это же изначально непонятно, что мы там хотели с ним сделать. Надо вот этот цвет немножко растянуть, немножко красненько добавить. Тут непонятно, что происходит. Вот эта часть светлее, допустим, и потемнее. Пусть он будет такой. Нормально. Так. Тут пошире мозочки. Смотрите, он же такой вот как бы горизонтальный больше. Это что? Решили новый цветок нарисовать? Так. И дальше мы уже берем более светлый цвет. Еще больше белил добавляю. Можно практически чистые. Практически чистые. И рисую тот цветочек, который у нас ближе всех. Тоже горизонтальные такие мозочки. Формирую форму. Где-то они у меня, наоборот, идут как раз с внешней стороны вовнутрь. Вот такой яркий мозочек беленький. И смотрите, я нажимаю на кисточку и как бы ее отпускаю. Нажимаю, отпускаю, чтобы у нас было такое вписывание одного оттенка в другой. Чашечку обязательно выделяю еще беленьким цветом. Тоже такой поярче мозочек. Можно маленькую кисточку где-то взять и сделать совсем маленькие брючки. Маленькие лепесточки. Совсем кисточкой маленькой. Вот так. Маленькой кисточкой можете совсем какие-то, вот, допустим, здесь, да, видно, какие-то маленькие брючки сделать. Так, дальше я беру белый цвет уже к фиолетовому цветочку. Белый цвет к фиолетовому цветочку. Начну с центрального. Так, и начну с верхних лепестков, да. Смотрите, они у меня где-то перекрывают желтый. Старайтесь, чтобы у вас не оставалось белого холста. Начинаю сначала вот с формирования формы вверху. Вот так вот, да, где-то. Потом вытираю кисточку на сухо. И можно где-то так же рисовать мазочки. Ну, как бы их немножко так вот растягиваю вниз. То есть этот же оттенок, да. Смотрите, я мазочек беру вот этот, да. И как бы, вот, густой. И его как бы повторяю сухой кисточкой. Вот так вот вниз, да. Он уже практически на нет сходит, потому что у меня на краске на кисти нет. Оно у меня только из этого мазочка беруется. Я его как бы растираю сюда. Вот, формирую как бы вот сюда вовнутрь. А дальше уже опять намечаю белым цветом чашечку. Густенько. Свет на ней яркий такой достаточно. Какие-то ближайшие тоже белые светлые мазочки. Причем тоже сначала рисуйте их лучше низ. Нижний силуэт. Вот, нижний силуэт порисовали. А потом тоже как, да, немножко как бы можно их вписать. Но не касайтесь вот этой вот белых частей, да. У нас она, вот эта чашечка должна темненько остаться. Там можно их поразмазать, как бы сделать такой посветлее. А потом еще раз кисточкой можно поменьше, можно этой же еще раз погуще где-то сделать. сделать отдельные мазочки где-то внутри чашечки. Ну вот лучше маленькой кисточкой. Сюда такие линии идут внутрь. Чашечку при этом, если она потерялась, можете выделить, допустим, кроплачком, как-то вот эту вот дугу. Этим кроплачком бордовым цветом сделать вот эту вот нижнюю часть корзинки. А коричневым цветом точечку внутри цветочка. Точечка внутри цветочка. У нас будет коричневым цветом и где-то и на оранжевом. Но тут лучше красненьким, конечно, красненьким. Кроплачком или красненьким. Вот здесь вот можно. Здесь какая-то, опять же, можно выделить корзинку красным цветом или кроплачком. Дугой. И какую-то самую-самую сердцевинку. Можно красным с кроплачком еще смешать. Красненький тем оттеночек. На красных цветах, конечно, лучше с коричневым где-то смешать, потому что иначе у вас не видно будет серединок. И на маленьких цветочках тоже там серединки темненькие такие, три точечки. Так, ну у меня еще остался этот фиолетовый цветы, я не доделала этот верхний. Там тоже есть буквально пара мазков сверху, светлых таких. Ну и верхний тоже вот тут с левой стороны, тоже там буквально пару мазков с верхней части. Вот тут форма потерялась чуть-чуть. Как раз вот корзиночку вот так вот, видите, красненьким цветом, вот как вот здесь, видите. Тут вот есть красненькое, да? Можете подчеркнуть. Тут подчеркнули, хорошо. Как-то организовался и там тоже. Поярче, не хватает яркости. Смотрите, вот здесь погуще. Тут тоже побольше, погуще. Здесь тоже светлые. Давайте я вот издалека вам покажу. Он теряется, вот смотрите, он там же светлый в основном-то, да? Вот там цветочек, да? А тут он темный. Прям взять все масло на палитре, которое у вас тут осталось, и сюда его вот так вот. Смотрите. Вот, тут тоже. А, поняли? Буф! Прям, чтобы бух. Где-то их можно растягивать, но просто не так, чтобы они совсем ушли. Да хорошо у вас, отлично. Отлично смотрится. Ну вот тут можно немножко их обобщить где-то. И вот у вас потерялась корзинка, то есть вот тут она темненькая должна быть. Можно ее чуть повыше просто сделать. Где-то. Так. Итак, у нас серединки темненькие, красненьким цветом можно сделать. Значит, вот эти вот дуги где-то сделать, потом еще на маленьких цветочках, там еще кроме темненького есть где-то такая вот желтинка маленькая, можно и тоже наметить. Сделаю красным цветом наши бутончики какие-то, маленькие-маленькие. Какие-то валяющиеся лепестки. Тут вот, да? Вот так. Так, ну и, конечно, светлые листы, листочки всякие разные. Они у нас белый, желтенький, капелька зелененького. Белый, желтенький, капелька зелененького. Вот такой вот светлый-светлый цвет получается. И рядом с нашими светлыми цветами делаем светлые красивые листочки. Не полностью перекрывающие нашу зелень, да? Просто ее дополняющие. Как раз вот эти бутончики какие-то. Где-то у нас поярче зелень вообще практически берила. Где-то более такая желтоватая, зеленоватая. Больше всего светлые части вот здесь, да? Вот эта вот светлая веточка. На других местах, да? Ну, тут где-то есть светлые листочки на фоне, на светлом. Но так в целом, да, у нас там уже только какие-то светлые веточки. Тоненькой кисточкой их делаю. Добавляю немножко маслица, чтобы лучше шла красочка. Каких-то светлых таких вот мазочков, гличочков. И, конечно, вот еще эти такие стебелечки на цветках, которые у нас красненькие такие, да? Которые развернулись у нас назад. Ну и темным цветом, каким-нибудь коричневым, зеленым. Можно сделать, если с маслицем и тоненькой кисточкой. Какие-то тоненькие-тоненькие стебелечки. Такие кривенькие они. Вот бутонов. Темные какие-то листочки. Можно отдельно вывести здесь. Подчеркнуть как раз вот под вазой вот эту вот тень. Может быть сделать тени под нашими лепесточками, которые упали. Какие-то акцентики расставить зелененькие, темные, если они пропали у вас. Так, ну у меня еще не хватает блика. Блика так, чтобы прям он был виден отовсюду. Такой прям. Вух. Можно его немножко сначала так подразмазать. Пальчиком чуть-чуть. Краешки. Мазочек. Подразмазать. Потом его еще раз можно положить. Густенько. Так вот. Не забыть подписаться. В нижнем. Тут я советую, наверное, в правом углу. Вау! Вау! Как хорошо! Сейчас мы будем всех смотреть, какую бы рамочку мне подобрать. Красивую. Красивую рамочку мне подобрать. Знаете? Ну-ка попробуем светлый. Как вам? Хорошо, светлый? Ну, у вас это хорошо. Это у вас тоже отлично, я вас уверяю. Сейчас мы и посмотрим. Вот. Это так вблизи кажется. Сейчас мы посмотрим издалека, и вы поймете, что все вполне себе хорошо. Такая вот получилась у меня картина. и сейчас посмотрим ваши. Такая у меня все грязно. Ну что, можно уже? Можно. О! Смотрите. Какая картина. Замечательно, замечательно. Вот тут чуть можно краснее сделать тень, да? Под этим. Вот. Чтобы она так, букетик организовался. Вот. Ну, каких-то веточек сюда еще поспускать. А так вообще, по-моему, здорово. Молодец. Вообще, прям. Смотрите, какая работа получилась. Супер. Вот вам надо подписываться здесь. Да? Вам вот только подписи вот здесь вот не хватает. А так вообще очень все хорошо. И они действительно получились такие яркие, сочные цветы. И они именно цветы, ничем вот не перепутаешь. И получилось и силуэтики какие-то интересные сделать. Вот. Фончик красивый. Супер. Я радуюсь вашим успехам. Спасибо. Вот вас очень хочется посмотреть. Давайте, пожалуйста. Да закончено у вас все. Сейчас вот вы издалека как раз посмотрите. Смотрите. Ой. Почти от меня вообще никак не отличается. Там вазочку хоть передвинули. А у вас вообще одинаково. Смотрите, здорово же. Да? Да ладно. Она контрастная. Вам не хватает? Тут листочков, да, не успели сделать? Вот не успели сделать светлых листочков. Это буквально тут два штриха. А так они у вас именно яркие такие, насыщенные получились цвета. Цвета в правильных местах. Поэтому все очень даже хорошо смотрится. Вот это вообще как поправить? Какой? У тебя это вот? Ну ладно. Наверное, посидеть с ним еще дня три и понять, какой он хороший. А вот тут смотрите, какая работа. Вот это вообще класс. О, видите? Видели? Слышали, да? Слышали? Вот это вообще класс. Вот. То сидите, ну у меня что-то не очень как-то. У всех красиво. У меня нет. А потом посмотрим и у всех и поймем. А у меня-то вообще-то может быть даже лучше всех. Я такой молодец сегодня. Пойду с хорошим настроением. С красивыми цветами. Ну что, я вас поздравляю. Все молодцы. Все молодцы. Вот. Я надеюсь, что вы рады не только результату, но и главному процессу, который у нас сегодня был. А те, кто с нами был на онлайн-трансляции, присылайте ваши работы, да, которые у вас получились сегодня. Нам будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Вот. И до встречи. Всем пока. Можете помахать им тушь? Ха-ха-ха. Можете помахать им тушь?